Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты и я, Карина Гуревич. Смотрите сейчас. Открытая рана в Бобруйской воспитательной колонии подвели итоги областного осмотр-конкурса, посвященного геноциду белорусского народа. Достучаться до этих детей, рассказать им правду, что творилось во время Великой Отечественной войны. Чьи работы запали в душу. Разбор арсенала МВД предлагает сдать незарегистрированное оружие. Огнестрельное оружие должно храниться в металлическом сейфе, либо в ящике, обитом железом. Кого могут освободить от уголовной ответственности? Кузница гроссмейстеров. Бобруйские шахматисты готовятся к первенству Могилевской области. Ребята гармоничные, успешные в жизни. Практически все они поступают в университеты. Какие качества развивает спорт? А также новый указ «Современная заправка» и «Доброе сердце». Красный Крест проводит благотворительную акцию «Кому помогают». Память и боль белорусской земли. В Бобруйской воспитательной колонии номер 2 подвели итоги областного осмотра конкурса, посвященного памяти жертв геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной. Инициатором патриотического форума выступили прокуратура и управление Департамента исполнения наказаний Могилевской области. Проникновенные работы представили 16 подразделений. Никто не остался в стороне, ни сотрудники, ни те, кто отбывает наказание. Макеты сожженных деревень, одежда, узников, концлагерей и юрейских гетто, письма и фотографии поведали о фактах преступлений, которые совершили фашисты в той страшной войне. Это дети, подростки, которым надо рассказывать, что происходило у нас буквально 70-75 лет назад. Я думаю, что многие из них проникнутся, поймут, что, наверное, так вот, как они поступают, ряд из них совершают преступления, наверное, так не надо поступать. Вот это основная идея – достучаться до этих детей, рассказать им правду, что творилось во время Великой Отечественной войны. Какую цивилизацию на нашу землю несли 75 лет назад эти миротворцы западных стран. Исправительные учреждения представили видеоролики о жизни Беларуси в годы гитлеровской оккупации. Трогательные и проникновенные кадры никого не оставили равнодушными. Хронику военных лет зал в 400 человек встречал стоя со слезами на глазах. Благодаря онлайн-трансляции все закрытые учреждения страны приобщились к трагическим страницам истории. По итогам смотр конкурса победителями стали Бобруйская ИК-2. Могилевская ИК-15 и ЛТП заняли второе и третье место. Ружья, пистолеты, ножи и сабли в Беларуси проходит акция «Арсенал». Милиционеры проверяют условия хранения зарегистрированного оружия, а также выявляют владельцев нелегального. За 8 месяцев этого года изъято свыше 400 единиц незарегистрированных устройств и почти 35 тысяч боеприпасов. При обнаружении подозрительных или посторонних предметов, оставленных без присмотра, необходимо незамедлительно сообщить по номеру 102. Также категорически запрещено их трогать и пользоваться телефоном рядом с ними. Огнестрельное оружие должно храниться в металлическом сейфе, либо в ящике, обитом железом, исключающий доступ посторонних лиц и членов семьи. Хотелось бы предложить владельцам оружия заключать договора с департаментом охраны на оборудование мест хранения, предложивающим оружие средствами системы охранной сигнализации. За незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ грозит лишение свободы до 12 лет. Те, кто добровольно сдаст незаконные устройства и боеприпасы, в органы внутренних дел будут освобождены от административной и уголовной ответственности. Перспективная сфера, беспилотный трактор и бабье лето. В Беларуси ожидается потепление. Что дальше в прогнозе? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Президент подписал указ о развитии агроэкотуризма. Новичкам в этой сфере теперь потребуется разрешение от райисполкома. Тем, кто уже в деле, тоже. Срок до 1 июля 2023. Плюс в объектах должно быть не более 10 жилых комнат. Исключается ведение гостиничного или ресторанного бизнеса. Список услуг дополняется мастер-классами. МТЗ представил первый беспилотник на выставке в России. Трактор выполняет как тактические, так и стратегические задачи, которые передает оператор удаленно. Машина сама анализирует обстановку и определяет тактику действий. Внутри есть и GPS-навигатор. Это очередной шаг в развитии цифровых технологий в машиностроении. В Беларуси планируют строить новые АЗС каждые 40-50 километров. Будут учитывать поток транспорта и интенсивность движения. Увеличиваются и станции для электромобилей. Уже есть 600 АЗС. До конца года появится еще 33, что говорит о больших перспективах в этой сфере. Красный Крест проводит благотворительную кампанию. Волонтеры оказывают поддержку одиноким, пожилым и людям с инвалидностью. Помогают в быту, приносят продукты и средства гигиены. Приглашают присоединиться всех неравнодушных. В стране ожидается потепление. Уже в четверг синоптики прогнозируют до 20 тепла. Ночью около 10 со знаком «плюс». Будет переменная облачность и без осадков. Утром местами слабый туман. Ветер юго-западный до 9 метров в секунду. Такая погода сохранится и в последующие дни. Мощный триггер. В Беларуси растет заболеваемость ОРВИ, в том числе ковидной инфекцией, и среди детей. Темп прироста ниже, чем осенью 2021-го. На время высокого подъема заболеваемости учащимся и студентам разрешено пропускать занятия до 5 дней в детских садах, школах, колледжах и университетах. При этом не обращаясь в медицинское учреждение за справкой. Начинаются достаточно такие всем известные симптомы, как насморк, першение в горле. У кого-то, может быть, пазухи закладывают. У кого-то резко начинается кашель или субфибрильная температура. Главное – вовремя среагировать и предупредить вирус. Специалисты отмечают – симптомы ОРВИ могут плавно перерасти в грипп или коронавирусную инфекцию. Всему виной – ослабленный иммунитет. Один из эффективных методов борьбы – вакцинация. Гимнастика для ума на все времена. Бобручане готовятся к первенству Могилевской области среди мужчин по шахматам. Будущие гроссмейстеры набираются опыта в детской и юношеской школе. Индивидуальный подход, авторские методики и сложные головоломки. Сыграла партию и Татьяна Горбач. Е4, Е5, Ф3, С6. Шахматный дебют Дмитрия Посешниченко начался в 5 лет. Ежедневная партия – прекрасная семейная традиция. Увлеченное наблюдение за игрой переросло в настоящее мастерство. В свои 13 мальчик – чемпион Беларуси среди школьников, неоднократный призер областных и международных турниров. У меня папа занимался со старшей сестрой, а я просто сидел рядом. В итоге навселся я, а моя сестра немного научилась. Мне нравится заниматься шахматами, потому что они, возможно, развивают логику. И мне кажется, что я даже стал учиться лучше в школе. В Бобруйском филиале «Могилевская издюж» по шахматам и шашкам занимаются 55 юных дарований. Принимают детей здесь с 6 лет. Своей мудростью и умением побеждать делятся мастера и чемпионы. Педагоги практикуют индивидуальный подход к каждому ребенку и работают по авторским методикам. Наша задача – построить им правильное мышление. Мало того, мы должны их научить дисциплинированно мыслить. В результате из них вырастают эффективные ребята, гармоничные, успешные в жизни. Практически все они поступают в университеты. Занятия проходят три раза в неделю. Ребята слушают лекции, проводят тренировочные партии, плюс специальные упражнения на логику и сообразительность. У юных интеллектуалов в почете решение сложных головоломок. Дети самые разные. У каждого своя жизнь мечты, цели и интересы. Объединяет их одно – желание быть лучшим и добиваться высокого результата. Шахматы – это и наука, и искусство, и спорт. И поскольку все это дается в форме игры, то, в общем-то, шахматы очень сильно развивают детей. Практически никто из них не играет в компьютерные игры, потому что им это просто неинтересно. Прежде чем сделать ход, нужно подумать, а затем быстро выстроить план, который приведет к победе. Такая стратегия будет полезна не только в любом виде спорта, но и в жизни. Игра развивает не только аналитические, но и личностные качества. В шахматах важно самому быть активной фигурой. Основное преимущество демонстрационных шахмат – наглядность. Игровое поле размером метр на метр позволяет проводить разбор партий и этюдов для всей группы. Фигуры на магнитной основе надежно удерживаются на доске. Задача тренировок – подготовить детей к участию в соревнованиях самого высокого уровня. В Бобруйской школе шахмат есть чем гордиться. В активе победы на республиканских состязаниях, чемпионатах мира и Европы. В августе наши спортсменки Ксения Зеленцова и Варвара Полякова стали лучшими на международном турнире «Минск-2022». Но на этом не останавливаются. 17 октября стартует первенство Могилевской области среди мужчин. Пожелаем нашим игрокам блестящих партий и гениальных ходов. Карманный гид в Бобруйске заработало мобильное приложение «Мой город». Здесь есть контакты и адреса более 300 учреждений и организаций, в том числе и района. Открыт доступ кофишек концертов, спектаклей, спортивных состязаний и фестивалей. Тут же можно узнать об акциях и скидках или написать обращение и прочесть последние новости в регионе. Данные хранятся в защищенном дата-центре Белтелекома. Этот проект стартовал благодаря активному содействию Бобруйского городского исполнительного комитета. Двери для этого проекта открыты для всех учреждений, организаций, индивидуальных предприятий, представителей малого и среднего бизнеса. Концепция «Умного города» – тренд последних лет. Интерфейс понятный как школьнику, так и пожилым людям. Приложение можно скачать в Google Play и App Store. Сразу после нас сирена, а моя коллега Кристина Риан с обзором криминальных новостей недели. Не пропустите! Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok